Сегодня в Донецке Ростовской области прошло первое заседание по делу украинской лётчицы Надежды Савченко, которую обвиняют в пособничестве в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении границы. Савченко доставили в Донецк из СИЗО номер 3 Новочеркаска. Это порядка 80 километров от Донецка. Перед закрытым заседанием адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов рассказали, что Надежду они не видели больше недели с момента этапирования в Ростов. Две недели назад её вывезли из СИЗО матросской тишины, увезли в Ростовскую область, и только в понедельник стало известно, где она непосредственно находится. Адвокаты Надежды Савченко продолжают добиваться переноса процессов из Донецка в Ростов или Москву. По их мнению, в российском Донецке они не уверены в безопасности своей подопечной и свидетелей защиты. Пока Ростовский суд не примет этого решения, Донецкий суд дальше не может рассмотреть это дело. Доводы все те же. Мы как считали, так и считаем, что Донецкий суд не может рассматривать дело сообщения в СИЗО, в связи с тем, что ни одного из условий, которые были бы достаточны для полноценного законного обоснованного состязательного процесса, Донецке суде обеспечить невозможно. По словам адвокатов, Донецкий суд принял их ходатайство, и теперь они будут ждать, когда Ростовский областной суд рассмотрит перенос заседания по делу Савченко в Москву. Журналисты задали вопрос о самочувствии подсудимой и условиях ее содержания. Она содержится в одиночной камере с удобствами, с горячей водой, что не у всех там находится в этом СИЗО. Ирина Романова, Настоящее время, Ростовский Дону, Донецк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова